Уважаемые коллеги, добрый день! Это поднижнечелюстной уровень, который подразделен на два подуровня, это верхние, средние и нижние еремные лимфоузлы, которые также делятся на несколько подуровней, лимфатические узлы жировой клетчатки заднего треугольника шеи, лимфатические узлы висцерального пространства шеи и лимфатические узлы еремной ямки. Также есть несколько лимфоузлов, несколько групп, которые не вошли в эти уровни. Это лимфатические узлы заушной области, подзатылочные лимфатические узлы, интроэкстраглондулярные околоушные лимфатические узлы, латеральные медиальные ретрофарингеальные лимфоузлы ривьера, лицевые лимфоузлы, верхние медиастинальные лимфатические узлы и также предгортанный лимфоузел, так называемый дельфийский лимфоузел. Поэтому с учетом данных уровней лимфатических узлов выделяем стандарты расследования. В зону сканирования обязательно должны попадать все 7 уровней, чтобы исследователь мог оценить их все. Для этого верхний край зоны сканирования всегда должен находиться на уровне дна турецкого седла. Нижний – это еремная вырезка рукоятки грудины. В идеале это было бы вообще до туги аорты. И при выполнении сканирования в аксиальной плоскости максимальный филдовью для того, чтобы захватить шейно-лимфатические узлы 5 уровня – это надключичные области, жировая клетчатка задних треугольников шеи. Что же характерно для лимфоузлов, что выделяет их среди группы других секундарных поражений, мы сразу можем сказать, что да, у пациента, скорее всего, плоскоклеточный рак. У данного пациента плоскоклеточный рак, локализующийся в области правого глоточного кармана. И как раз типичное поражение секундарного лимфатического узла. Мы видим, что лимфоузел имеет нечеткие контуры, имеет обширную зону центрального некроза с таким неровным рваным контуром. Это очень характерно для плоскоклеточных раков, когда зона некроза значительно превышает объем солидной части лимфоузла. Также имеются нечеткие контуры, поскольку процесс очень быстро выходит за пределы капсулы органа на окружающую жировую клетчатку. Имеется перинодальная инфильтрация окружающих тканей и очень быстрое слияние прилежащих рядом лимфоузлов единые конгломераты, как у данного пациента. Сравнительно небольшая опухоль, локализующаяся в области левого грушевидного синуса. И обширный конгломерат лимфатических узлов, который инфильтрирует все прилежащие ткани, кивательную мышцу, вырастает во внутреннюю еремную вену и охватывает общую сонную артерию. Порой достигают такие конгломераты, просто вида такого тотальной инфильтрации, в данном случае левой половины шеи. Причем здесь опухоль первичной локализации даже не была выявлена, настолько она мала. Но тем не менее, настолько массивное поражение. Обратите внимание, что тоже сохраняются все те самые условия для плоскоклеточного рака. Лимфатические узлы имеют перинодальную инфильтрацию, каждый из них имеет участок центрального некроза. А чего следует дифференцировать такие лимфоузлы? В первую очередь это гнойный лимфоденит. Он, пожалуй, больше всех может имитировать плоскоклеточный рак. Но имеет значение не очень типичное расположение лимфатических узлов. Они не всегда попадают в те классические уровни, которые мы уже разобрали. В данном случае кпереди от кивательной мышцы. Имеется выраженный отек окружающих мягких тканей. Несмотря на то, что конгломераты секундарно пораженных лимфатических узлов порой достигают очень больших размеров, наличие окружающей реакции ткани, наличие вот такого отека для них очень не характерно. Как только мы видим такой отек, сразу же возникает вопрос, не воспалительны ли это генезоизменения. И несмотря на то, что, казалось бы, полость распада, некротическая полость имеет общие черты с метастазами плоскоклеточного рака, тем не менее, если мы посмотрим, на постконтрастных изображениях видно, что нет такого типичного классического рваного контура. Выявляется такая вот четкая отграничительная линия, характеризующаяся активным накоплением контрастного препарата. Она обусловлена формированием грануляционного вала. Это живые ткани реагируют на воспаление и пытаются его отграничить. Далее, это поражение лимфоузлов при лимфопролиферативном заболевании. Ну, во-первых, очень часто характерно солидное поражение. Это единичный лимфоузел достаточно крупных размеров, солидного строения, без каких-либо участков центрального некроза. Далее, если речь идет о поражении нескольких лимфоузлов, несмотря на большие размеры, нет тенденции к слиянию в конгломераты, они четко очерчены. И при внутривенном контрастировании очень характерно для лимфом сниженное накопление контрастного препарата. Также следует учитывать, что ротовая полость – это область, которая очень кустонаселена бактериями. Поэтому, с учетом того, что постоянно травмируется слизистая оболочка и ротовой полости, и гортани, и глотки, возникают какие-то воспалительные процессы, найти даже здорового человека с абсолютно неизмененными, неувеличенными шейными лимфоузлами практически невозможно. Всегда есть какие-то реактивные лимфоузлы, которые ошибочно можно принять за секундарное поражение. У данного пациента хронический тендилит. Визуализируются очень увеличенные такие небные миндалины, которые фактически смыкаются. Тем не менее, структура у них сохранена. Линейный рисунок крипт прослеживается очень отчетливо. И визуализируемый лимфоузел имеет овоидную форму, длинник поперечнику, явно 2 к 1 соблюдены эти пропорции. И визуализируется область жировых ворот, что говорит о том, что данный лимфатический узел неизменен. Это реакция на имеющееся хроническое воспаление в области небных миндалин. Далее следует учитывать также, что поражение такого необычного уровня, как заглоточные лимфатические узлы, тоже не всегда не говорит о том, что процесс имеет злокачественный характер. У данного пациента гипертрофия глоточной миндалины, она увеличена в размерах. То, что можно принять ошибочно за бугристость при опухолевом поражении, на самом деле является аденоидными вегетациями. Отличается четкостью контуров от злокачественного поражения. И вот как раз эти ретрофарингеальные лимфатические узлы, которые имеют овоидную форму, в принципе, сохранена жировая дифференцировка жировых ворот. Это тоже реактивные лимфатические узлы, гиперплазированные лимфоузлы, не являются каким-то злокачественным поражением. Далее, второй по частоте опухоли, которая может метастазировать шейно-лимфатические узлы, это опухоли щитовидной железы. От демонстрируемых ранее случаев поражения при плоскоклеточном раке, здесь явно имеется такая повторяемость по сигнальным характеристикам лимфатических узлов, которые совпадают с первичной опухолью. У данного пациента опухоль локализуется в области левой доли перешейка щитовидной железы, имеет такой вот мозаичный, неоднородный MR-сигнал, и секундарно пораженные лимфоузлы послушно повторяют те же самые сигнальные характеристики. То же самое можно сказать и о папиллярных раках. У данного пациента в правой доли щитовидной железы имеется опухоль, имеющая кистозно-солидное строение, и секундарно пораженные лимфоузлы, они тоже имеют кистозно-солидное строение, но это не зона некроза, это именно кистозная часть в пораженном лимфатическом узле, о чем говорит четкость контуров, четкость стенок, нет вот этого рваного контура, это не зоны центрального некроза, это кистозная часть опухоли. И также для щитовидной железы очень характерно наличие плотнофиброзной капсулы, то же самое демонстрируется и в секундарно пораженных лимфоузлах, и наличие микрокальцинатов. С учетом уровней поражения шейных лимфатических узлов есть такая вот табличка, такая шпаргалка для исследователя, какой уровень характерен для каких локализаций опухолей. Опухоли могут локализоваться в области глотки, при этом в области носоглотки локализуется более половины этих опухолей, 30-35% приходится на опухоли зоны ротоглотки, и 20-25% — это гортаноглотка. У пациента опухоль, локализующаяся в области заднего свода носоглотки с контактной деструкцией костей свода черепа, ската черепа и распространением процесса в полость основной пазухи. Для опухолей данной локализации характерны очень ранние метастазирования, иногда они даже дебютируют именно с секундарным поражением лимфатических узлов, когда опухоли еще маленькие. И выявляются также признаки авторационного антрацеллюлита при компрессии глоточных отделов слуховых труб. Характерная локализация пораженных лимфатических узлов в заглоточной области как раз при опухолях локализации задней стенки глотки, мы их очень часто встречаем, и билотеральное поражение шейных лимфоузлов 2-3 уровней. Также на постконтрастных изображениях выявляется, что структура лимфоузлов неоднородная за счет появления этих мелких участков некроза. Область ротоглотки. Наиболее частая локализация характерная — это нюбные миндалины. У пациента опухоль уже изъязлена. И выявляется секундарное поражение шейных лимфатических узлов. Здесь мы видим, что при опухоли теряется дифференцировка линейного рисунка крипт, которая так хорошо видна в контрлатеральном органе. И поражение псилатеральных лимфоузлов. Конгломерат лимфоузлов. Несмотря на то, что они небольшие, они уже сливаются в конгломерат. Неоднородная структура за счет участков центрального некроза. Конгломерат ригидный. Он компримирует внутреннюю еремную вену и тесно прилежит к сонным артериям. Также опухоль ротоглотки, когда не достигает больших размеров, здесь имеется корреляция. Обширное поражение секундарное шейных лимфатических узлов. Большой конгломерат с обширной зоной центрального некроза, что видно на постконтрастных изображениях. И имеется компрессия внутренней еремной вены. Скорее всего, инвазия. Опять же, с учетом того, что конгломерат вырастает в кивательную мышцу. И уже вовлечение в процесс сонной артерии, охват ее на одну четверть окружности. Также опухоли ротоглотки могут локализоваться в области корня языка. Также при такой крупной опухоли имеется секундарное поражение. Вторые и третьи уровни, наиболее характерные уровни для опухолей данных локализаций. Опухоли гортаноглотки наиболее часто локализуются в области грушевидных синусов. Также, несмотря на относительно небольшие размеры опухоли, которая переходит на заднюю поверхность черпала надгортанной складки, уже имеется секундарное поражение лимфоузлов. И соблюдается все те черты, которые характерны для плоскоклеточного рака. Наличие участков центрального некроза. Наличие перинодальной инфильтрации окружающей жировой клетчатки. Компрессия внутренней еремной вены. Прилежание к сонным артериям с охватом до одной части их окружности. Опухоли гортани. Гортани подразделяем три основных уровня. Это вестибулярный отдел гортани, это голосовые складки, складочный отдел и подскладочный отдел. Для гортани не очень характерны ранние метастазирования. Такие опухоли выявляются в достаточно раннем этапе, в связи с тем, что они проявляют себя осиплостью голоса. Пациент очень рано узнает о том, что у него опухоль, и обращается на первичном этапе к врачу, когда еще не имеется секундарных пораженных лимфоузлов. У пациента опухоль вестибулярного отдела гортани, локализующаяся в проекции правых отделов надгортанника, выявляется бугристость контура надгортанника, и так хорошо прослеживающаяся слизистая оболочка в непораженных отделах надгортанника слева не прослеживается на уровне поражения. Несмотря на то, что опухоль занимает более половины органа, тем не менее, лимфатические узлы и псилатеральной стороны не увеличены, нет секундарного поражения лимфогенного. Опухоль гортани, локализующаяся на уровне правой голосовой складки, инфильтрация на всю толщу складки до пластины щитовидного хряща. Имеется изъясление опухоли, узурация свободного контура складки и в контрастную фазу активное накопление. Мы также можем подтвердить, что инфильтрация достигает щитовидного хряща. Тем не менее, нет увеличения лимфатических узлов. Все лимфоузлы, которые мы видим, носят реактивный характер. Это умеренная гиперплазия лимфоузлов, но это, конечно, не секундарное поражение. Подскладочный отдел достаточно редкая локализация. У данного пациента локализуется по передней левой полуокружности подголосовой полости. Широко прилежит к хрящам гортани, щитовидному, перстневидному хрящу. Аналогичная ситуация. Увеличения лимфатических узлов нет. Нет лимфогенного метастазирования. Лимфоузлы мы можем найти уже на достаточно таких серьезных стадиях заболевания, когда имеется и деструкция хрящей гортани, выход процесса в окружающие мягкие ткани. Тем не менее, несмотря на такой агрессивный, деструктивный процесс, визуализируемые лимфатические узлы 2-го, 3-го, 4-го уровней имеют относительно небольшие размеры, хотя уже имеют все характерные черты плоскоклеточного рака, обширная зона центрального некроза и инфильтрация окружающих мягких тканей. Опухоли ротовой полости. Лидирует опухоли языка 52%, и далее дно полости рта и примерно одинаковое процентное соотношение щека, твердое небо, альвеолярные отростки, мягкое небо, передние небные дужки. Несмотря на то, что эти опухоли достаточно рано замечаются пациентам, выраженный болевой синдром, тем не менее, они настолько быстро растут, настолько агрессивный инфильтративный рост, что помимо самой первичной опухоли также оценивается и прилежащие мышечные структуры, здесь есть инфильтрация всех мышц на полости рта, и костные структуры, и контактная деструкция нижней челюсти, и наиболее характерный уровень поражения лимфатических узлов при опухолях данной локализации – это лимфатические узлы первого уровня под нижней челюстные лимфоузлы. У пациента поражены лимфоузлы первого А-Б уровней, также выявляется небольшой лимфоузел второго А уровня, все характерные черты плоскоклеточного рака, слияние ранее в конгломераты, обширная зона центрального некроза, перинодальная инфильтрация, прилежащая мускульсплотизма и формирование настолько обширных зон некроза, что имеются свещевые уже поверхности, свещевые ходы, выходящие на кожу под нижней челюстной области, и в полости некроза мы уже видим воздух, что говорит лишний раз о том, что да, имеется сообщение с нижней средой. Опухоли ретромолярного треугольника. Достаточно небольшие размеры опухоли, агрессивный тип роста, с контактной деструкцией нижней челюсти и ранним метастазированием. Лимфатический узел 1-го B-уровня с достаточно обширной уже зоной центрального некроза и визуализируемые лимфоузлы 2-го А-уровня с тенденцией к слиянию конгломераты. Слизистая оболочка щеки. Очень рано изъявляются такие опухоли, присоединяется вторичная инфекция. Здесь нужно быть очень внимательным, поскольку присоединение вторичной инфекции, естественно, влечет за собой увеличение шейных лимфоузлов, как реактивных. Это будет уже реактивный шейный лимфоденит. Поэтому очень важно оценивать структуру лимфоузла. У данного пациента опухоль распространяется также на мягкие ткани преддверия полости рта. Но выявляемые лимфоузлы имеют явные признаки секундарного поражения, потому что имеется зона центрального некроза. Реактивные лимфоузлы таких зон иметь не будут. У них будет визуализироваться область жировых ворот. Опухоли языка. Здесь локализация опухоли. Это на границе свободной части и корни языка. Не очень характерная локализация лимфатических узлов для опухолей данных уровней. Это первый B уровень. Несмотря на то, что опухоль локализуется в правых отделах языка и не достигает язычной перегородки, тем не менее визуализируется единичный пораженный лимфоузел контрлатеральной стороны, также с наличием центральной зоны некроза. Также к опухолям метастазирующим в область шеи являются придаточные пазухи носа, носовая полость. Не очень активное лимфогенное метастазирование наблюдается, даже несмотря на то, что опухоли достигают порой очень больших размеров. Это характерные как раз пазухи, основные пазухи, ячейки решетчатого лабиринта, основная пазуха, лобные пазухи. У пациента здесь опухоль локализуется в области носовой полости и вызывает деструкцию носовой перегородки, формирование перфоративного дефекта и такое булавовидное расширение за счет опухолевых масс на уровне края дефекта. Несмотря на деструктивный агрессивный процесс, шейно-лимфатические узлы 2-3-4 уровня не поражены, имеется единичный пораженный лимфатический уровень 1-го А уровня, он округлый, намечается уже участок центрального некроза и нету авоидной формы. Опухолеверстно-челюстной пазухи. Обратите внимание, насколько агрессивный процесс с обширной контактной деструкцией костей лицевого черепа, пролавированием в полость орбиты, в носовую полость, в окружающие мягкие ткани. Тем не менее, поражение лимфогенное очень скромное для таких размеров. Небольшого размера шейные лимфоузлы, округлой формы и также имеется поражение лимфоузлов контролатеральной стороны. Неоднородная структура, нечеткость контуров говорит о том, что да, это именно секундарное поражение. Стоит помнить о том, что иногда первичные опухоли, которые проявляют себя метастазированием в шейные лимфоузлы, они могут располагаться ниже ключиц, и такие проценты составляют порядка 13% опухоли. Наиболее частая локализация это опухоли легкого, желудочно-кишечного тракта, женских половых органов, молочной железы, яичко и предстательные железы. Клинические случаи очень интересные. У пациента имеется секундарное поражение лимфатических узлов. Сразу обращать внимание на себя четвертый уровень. Все-таки для опухоли локализации головы шеи более характерен второй и третий уровень. И выявляется асимметрия голосовых складок за счет преобладания явно левых отделов. Но, тем не менее, в контрастную фазу слизистая оболочка прослеживается очень отчетливо. И в контрастную фазу также выявляется сохранность структуры складки, что говорит о том, что это, конечно, не опухолевое поражение, а атония. Сразу возникает вопрос, что находится ниже уровня верхней апертуры. И при обследовании выявляется периферическая опухоль правого легкого с очень обширным метастазированием в средостенные лимфоузлы и как следствие повреждения гортанного нерва и возникновения пары за гортанием. Когда описываем вот эти вот все изменения, всегда стоит помнить о цели исследования, не упускать ее из виду. И первое, что мы оцениваем, это риски. Риски для жизни, для лучевого лечения, для хирургического лечения. Потому что, когда мы составляем наше описание, цель его ответить на вопросы клинических врачей, которым это описание и адресовано. Ковы же оценки, риски для жизни при плоскоклеточных раках? Они связаны как раз с той самой особенностью, о которой я уже сколько раз говорила, это формирование обширных зон центрального некроза. У пациента конгломерат лимфоузлов с обширной перинодальной инфильтрацией окружающих мягких тканей, инвазии во внутреннюю юремную вену, ее просвет не дифференцируется, и муфтообразным охватом общей сонной артерии. При внутривенном контрастировании визуализируется обширная зона центрального некроза, в полости которой проходит общая сонная артерия. Она скелетирована. Даже охват на одну-вторую часть окружности артерии уже наводит на мысль о том, что очень высока вероятность поражения ее мышечной стенки. Когда она находится в муфтообразном таком состоянии охваченном, явно имеется поражение сосуда и высокий риск эрозивного кровотечения в эту самую большую обширную некротическую полость. Каковы риски для лучевой терапии? При плоскоклеточных раках та самая особенность обширной зоны центрального некроза, которая занимает до более 90% объема лимфатических узлов, связана с риском возникновения во время лечения обширных эрозивных поверхностей, которые ухудшают и прогнозы лечения, и качество жизни пациентов. Ну и поимемо этого оценка первичной опухоли, контактная деструкция костей свода черепа, интеркраниальное распространение процесса и контактная деструкция хрящей гортани. Каковы же риски для хирургического лечения? Ну, помимо оценки первичной опухоли, которая здесь локализуется в области гортани, разрушает хрящи гортани, инфильтрирует окружающие мягкие ткани, имеется также биолатеральное поражение лимфатических узлов. Эти лимфоузлы прилежат к внутренним еремным венам с обеих сторон. Таким образом, имея перинодальную инфильтрацию и зная, что стенка вены очень тонкая. Скорее всего, конечно, мы предполагаем инвазию в стенке вены. Поскольку имеется биолатеральное поражение, то риск того, что данный пациент не будет радикально прооперирован, очень высок. Обязательно нужно указывать на вовлечение в процесс магистральных сосудов шеи, особенно если оно биолатерально. И также стоит помнить об этих коварных лимфоузлах ретрофарингеальной локализации лимфоузлов Ривьера. Здесь у МРТ абсолютное лидерство в визуализации этих лимфоузлов. УЗИ, к сожалению, нас проконтролировать не сможет, потому что это недоступно для визуализации зона. У пациента не очень характерная локализация опухолевого процесса для поражения ретрофарингеальных лимфоузлов. Это гортань, деструкция хрящей гортани, выхода процесса в окружающие мягкие ткани. Имеется секундарное поражение лимфоузлов 2-3 уровней, как раз характерное для данной опухоли. И выявляется ретрофарингеальный лимфоузел, что говорит о том, что данный пациент скорее всего не сможет быть прооперирован радикально, поскольку данная группа лимфоузлов очень тяжела для хирургического доступа. И, конечно, хирургу нужно знать об этом. Это основные аспекты. Спасибо за внимание. Продолжение следует...